Хочется щуку поймать Первая поклёвочка Есть Не знаю, аж большая Замечательно Просто замечательно Закрылся, ёпана мать Вот Друзья, ну что Завершился третий этап турнира Винтеркап и в этом ролике Я хотел бы немножко рассказать о том Как всё прошло С теми моментами экшена, которые я Смог заснять Потренироваться мне удалось Лишь за неделю до Я съездил на один участок реки Лазил я по сугробам Ну собственно Всё это вы можете сейчас посмотреть Как прошла моя единственная тренировка Друзья, всем доброе утро Что, выбираюсь на Нижнюю Москварику Февраль месяц Очень сложная рыбалка По отчётам последние недели две Но клёв Крайне плохой на речке Погоду Просто вот такие вот качели Оттепель, мороз Оттепель, мороз Снегопады Снега по уши Сейчас время 6 утра Сейчас буду выдвигаться на речку Надеюсь, к рассвету дойду Надеюсь, что поймаемся на спиннинг По открытой воде Погнали Друзья, посмотрите, какой туман Всё покрывается инием Ударил небольшой морозец пока Минус 8 Обещают снегопадища При этом низкое, очень атмосферное давление В общем, тут погода такая Чёрти чего, честно говоря Никакой стабильности, понятности нету Ну ладно, тормозчик заварил Пойдём погуляем по речке Посмотрим Неделю назад было крайне плохо Я сходил Поймал 4 скромных хвостика маленьких Без особых каких-то перспектив Да, атмосфера как Silent Hill, короче Жесть И вот эта вот вся изморозь Она в лицо Давит неприятно Да, вот передвижение По реке В связи с такой водой Ну вот здесь не пойдёшь Топка А здесь приходится Лезть вот так вот По-нехоженному Короче Если кто-то Не хочет ходить на фитнес Спортзал Вот как я, например, я не хожу Потому что мне достаточно вот такого фитнеса Маршрут такой Километров 15 Пройти Ну это с учётом туда-обратно Честно говоря, я его ещё даже половину не прошёл Уже умудохлся Непонятно, когда я буду ловить сегодня, ребят Я всё иду Почти два часа прошло В воде идти засасывает Я уже тут валился Слава Богу, не залил сапог Сильно Туман зато рассеялся Течение сильное Поддава очень высокая На воблер покидал Полчаса там Передохнул Ничего не было вообще Ну в туман никогда ничего не клюёт Я это знаю по опыту Фу, до исходной точки Почти два часа шёл Но там правда полчаса была остановка Всё замерзло От тумана Пока шёл, туман рассеялся Вот это вот затишье, которое сейчас наблюдаете на реке Даже рыбу, он прыгает Бобра постричал Плюс в том, что здесь Вообще никого не было Ни одного следа человека Всё примерзло Сейчас раскидаю Хочется щуку поймать Вода высокая Водичка падает Я пока шёл Сантиметров пять упала вода Прикидаемся Вспомним, что тут вообще С того года не был здесь В этих краях Февраль месяц Места здесь больше щучьи Раньше были Бель гуляет Это хорошо Переходами С остановками Иногда покидывая То воблерок, то джик Я добрался до Конечной точки своего маршрута На это ушло у меня Около двух с половиной часов И хочу думать о том Как мне возвращаться обратно Часов до двух Я уже кину здесь Конкретно Наверное якорь И этот участок пробью Плотно разными приманками Джигами От лёгкого грузика Это потяжелее Красота на реке Представьте какая Даже не верится, что К обеду обещают Лютый снегопад Идёт фронт Четверть месячной нормы Осадков выпадет Тяга идёт Вода продолжает падать Возможно это хорошо По крайней мере Обратно может идти будет Легче Водичка упадёт Вот эта жижка Подморозится И можно будет Хоть как-то перемещаться Эту каналу пробьём Посмотрим Обычно в ней всегда лещ Ну и рядом с лещом Хищник Первая поклёвочка На мандулку Похоже на судачка Такая чёткая С бугорка А нет А поклёвочка Как судачковая была Вот такой вот щупак Попался На мандулку Призёр Чё, вся в пиявках Ой, вся в пиявках Ужись Ещё и погрызанная кем-то Явно тут Мама плавает Твои Есть такие дела Нормально Она так тюкнула Давай, малютка Плыви Плыви, плыви домой Не знаю, сколько сейчас время Но уже, наверное, близится к обеду Вот обещанный снег повалил Ветер Не тот, который обещали синоптики За всё время была одна поклёвка Попалась одна щучка На мандулу И больше не происходит Ровным счётом ничего Я ушёл в такие дали дальние А клёва здесь Как и в ближних подступах нет Но зато Один на речке Вот Ещё есть ряд интересных мест Вот сейчас пошёл снег Я надеюсь, что Ну как-то рыбу должно включить Хоть какие-то поклёвки Что-то должно происходить Но так же не может быть Глухо, как в танке Вот можно так это назвать Сейчас попью чай И буду продолжать Хлестать в воду Вот пришёл на интересное местечко Здесь Начало канавы Такой жёсткий пупок Канава закоряженная Попробую в ней Уже виброхвосты Мандулы Поролон Твистеры Всё перекидал Вот одна единственная поклёвка На мандулу Даже в окуня Поупирался Минут 15 Покидал в коряге Джекрик Просто какой-то игнор Вообще Вот такая она Февральская рыбалка На Москва Она крайне тяжёлая И вот примерно До конца февраля Она такая и бывает Потом уже Когда солнце начинает Греть Как весной Вот тогда рыба Начинает очухиваться И начинается клёв А сейчас пока Вот такая Тяжёлая рыбалка Но всё равно Поймать можно Главное искать Упорство и труд И я надеюсь Что поклёвки Ещё сегодня будут Да Погодка испортилась Завалился Могопад Погодка испортилась А сейчас Погодка испортилась условия ловли были очень тяжелыми плюс я остался без машины моя машина в ремонте вот и мне пришлось выбирать куда я могу добраться скажем так своим ходом ну то есть доехал на такси и дальше через поле и прочее прочее самый такой момент я за там пять дней до начала турнира заболел восстановиться не получилось до конца в итоге в полу таком больном состоянии я поехал в 5 утра на речку пока дошел до реки в общем 6 утра пришел и начал ловлю на воблеры вместе который мне понравилось я на нем не ловил лет восемь наверное по темноте но решил попробовать утро у меня получилось достаточно тяжелым но в то же время интересным дальше соответственно рассвело была у меня поимка на джиг судачка я встретил димку давыдова который пришел на акваторию с пешней который всю ночь там лазил в эйдерсах в общем тяжелая ситуация на речке вообще были мысли меня переехать там знакомый к обеду должен был приехать но я понимал что физически у меня сил уже не хватит возвращаться обратно и я остался весь день ловить на этом участке реки и в целом не прогадал утром был неплохой выход щук я поймал три щуки причем была фишка все их поймал на мандулы призер с вольфрамовым грузом об этом вы тоже сейчас можете посмотреть да нет хорош ребят замерзла камера мерзнется минус 9 у меня было по 3 поклевки уже это очень первая рыба вот такой полторашка наверно сюда сейчас будем мерить сейчас будем фоткать проблемы заключается в том что здесь снега по одно место не придавок будет сказано сегодня рисуем уточку руки замерзли еле достал этого судака судака конечно жалко а как я по-другому не знаю как по-другому в этой ситуации быть дышаться хоть чуть-чуть 60 можно конечно 61 очень высокая вода на первой точке я дополз три поклевки одна слабенькая вторая хорошая судак был хороший подушку на завел мне за корягу и пришлось обрывать не смог его вывести спустя минут 15-20 с тоже с офигенной поклевкой я все-таки поймал судака такого муж кило 700 кило 800 воду зайти нереально там засасывает вода очень высокая выше зимы наверно метр полтора на точно ну метр сто процентов приходится здесь по сугробам идти никто вообще не ходил засняла ю уже не знаю сколько в принципе на этой была ставка скажем так не шуганную рыбу поймать до рассвета еще где-то час еще есть еще одна . участке скажем сейчас на нем попробую надо 5 поймать за сегодняшний день вот желательно крупных всех 5 но первые бы меня более чем устраивает 61 сантиметр вот одна уже подвисла какая-то пипирка прям саму выбросу зила это даже не щука я прям вообще в лед с выброса взял прикинь вот здесь хоть мерить можно нормально все не судачок 41 аккуратненько отпусти это щучка похоже маленький действительно за согласен с тобой прям на выбросе так это жмякнул а может даже не щучка судачок как-то двойная поклевочка была и что сейчас перестала дергать либо щуренок либо напильник а прям вообще ё-моё какой 40 тут 10 на вот теперь самое здесь шляпа это ее фотографировать потому что тут надо куда-то теперь вылазить что-то тут надо ломать да вот это щука нет я конечно понимал что маленькая но не настолько же вот такая вот может пятьдесят восемь сантиметров все то восемь до хвостик тихо 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 все 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 отпускает пускай пускай давай есть контакт тоже маленькая да прям со дна подобрала знаешь упала на дно и потом сразу такая как бы на дно упала я дал полежать такую пару секунд а она прям со дна такая бам-бам закрылся ёпана мать в интересно что сейчас все три щучки которые я поймал берут подбором приманки со дна мандулу то есть веду ступеньку упала и еще даю полежать на дне пару секунд упала даю вот полежать пару секунд и она прямо ее подбирает прям со дна все за хвостик мук упала даю полежать упала даю полежать буквально пару секунд ребята села на пароломку есть контакт тихо-тихо-тихо-тихо-тихо большая но под килограммчик будет сработал поролон укупнили одну щучку все-таки вот она контактов ская мочалка все-таки сработала и хорош отлично 57 щучка сейчас мы как-нибудь аккуратно затолкаем туда об этом о как хорошо на следующим же забросим туда же еще одна давить петли поролонку форсировать потихоньку до сопротивляется принять следующим же забросами туда же там под собрание на быстро доставать я думаю что если я сейчас достану я 41 укрупненая да она вся такая мерная приключение как будто тушечка щуку поймал но это явно побольше чем 41 замечательно просто замечательно два заброса 2 щуки поролонка зеленая 12 грамм не самое интересное что я смотрел здесь все кто проходили кидали резину там твистеры вибро хвосты мандулы поролон никто не кидал я поэтому решил здесь все рассосались разбежались я решил здесь поролонка покидать и смотрите это как бы результат то дало по крайней мере я уже укрупнился у меня самая маленькая рыба сейчас 53 сантиметра он начал сделал с поролонкой чуть-чуть ее надо подправить это обычно самая клевая такая народ все подтягивается да подтягивается оба опять на поролон померяем чё там прям под берегом взяла вот такая толстенькая дальше ситуация была такая что фактически везде ничего не происходило попался один шнурок и больше поклевок не было народу на участке прибавлялась все переезжали приходили у всех было грустно но я все равно старался выжидать еще одного выхода и он вечером случился меня одна пустая поклевка в поводок и одну щучку я ловлю укропнился там буквально на сантиметр но факт остается фактом что вот щука как по мгновению ока вот так по щелчку клевала сразу партиями если кто-то рядом на участке ловил стоило сместиться поближе к нему и скажем так в этот пятачок покидать потому что буквально тут же происходили поклевки все поклевки на участке в этот день были просто один за одним буквально там пять забросов вот сразу подряд поклевки потом опять тишина рыба как выходила и ела и классический джиг мандула призер в маленьком ее исполнении на вольфрамовом грузике где-то 12 14 16 грамм я использовал и поролон 12 грамм тоже вольфрамовый груз призер и зеленого цвета поролонки я использовал в этой рыбалке поролонки контакт вот дело близилась к вечеру вот и решили вернуться на эту вечернюю косу проловить на ней и тоже был выход я поймал пару судаков товарищ у меня поймал щуку и судака это уже происходило на воблер оторвал я в тот день прилично много приманок уставшие как собаки мы в 19.00 закончили рыбалку в начале восьмого пока дошли доехали записали результаты в общем-то было тяжело и было даже непонятно какое место по итогам займем день был тяжелый на речке у всех очень высокая вода огромное обилие снега сложные перемещения и вот такие вот кратковременные всплески рыбы вот и оставалось только ждать результатов до 10 хвостов сейчас 10 хвост поймал но размера нет нужно что-то бонусное что-то килограмма на два то что утром у меня здесь завело в корягу были вот такой вот нужен судак а так сегодня пока на данный момент 7 щучек 3 судачка 280 чем-то сантиметров гроссмейстерский 300 пока никак не поддаются самая маленькая рыба у меня пока 54 55 очень нужно поймать что-то хорошее чтобы клюнул какой-нибудь хороший клыкастый хороший попался хороший там конец гряды конечно сейчас надо его где-то принять здесь я думаю что я подокрупнился немножко нормально в принципе сидит сейчас я вот так вот оба такой наверно за килограмм тихо 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 ура так он ударил ты просто си не представляешь поклевка как молотком да ладно блин 54 блин оказалось что нормальный ну что потихоньку забираю призы вот он мой спонсорский лист и каждый кто здесь написан на этом листочке приложил свою лепту создание призового фонда это лишь часть тех приманок которые пришла помимо всего этого смотрите мужская косметика такой офигенный крем для ног еще у меня есть три сертификата которые я еще не отоварил winter cup подошел к концу призы великолепные еще три сертификата которые надо от отоварить в трех магазинах за что биться есть принимайте участие огромное спасибо всем спонсорам огромное спасибо за терпение за тут за вклад рыболовный спорт чат в телеграм канале во главе с дмитрием манузиным и сергеем зубрил этот сезон завершён по итогу сезона в прошлом году я занял третье место в этом году стал лишь пятым но какие классные призы какое их количество и еще три сертификата я напомню которые могу там набрать тоже приманок и расходников и прочего прочего участвуйте ребятам всем спасибо надеюсь вам понравился этот выпуск и этот спортивный зимний спиннинговый сезон ну а дальше просто зимняя рыбалка переход весну в лето так что оставайтесь с нами всем пока ребят на бывает жизни справедливость все-таки а короче приехал на участок где был на винтеркапе воду скинули короче смог я зацепить эту бутылку за которую я здесь на третьем этапе оторвал четыре своих любимых воблера достал эту сеть вот она это сетка вот мои воблера вот мастер смену вот мой том кэт оторванный вот мой могл мину и здесь же мой зонах дохлый окунь и кучу всякой другой фигни я пойду ножик возьму и короче приманки свои спас как магазин